Сегодня есть необходимость об этом поговорить. Это проблемы, связанные с угрозой для всего мира, угрозой для населения Европы, Украины и угрозой для наших студентов, нашего медицинского университета. Коронавирус совершенно неожиданно у нас появился и совершенно неожиданно захватил всю планету, захватил всю Украину и сегодня мы пожинаем то, что получилось в январе-феврале в Китае, далее распространилась на Италию, Испанию, Иран, Германию и сегодня Украина, которая была наиболее благополучной в период до 1 июня, она сегодня находится в красной зоне по европейским оценкам. Сегодня, по состоянию на сегодняшний день, зафиксировано уже 10 800 случаев заболевших и 111 умерших. Общее количество заболевших в стране – это почти 500 тысяч человек. Мы находимся в десятке самых стран, тех стран, в которых распространено это заболевание. Откуда же это все взялось? А это семейство вирусов, семейство вирусных коронавирусных инфекций, которое посетило мир еще в 1967 году. Коронавирусы известны давно всем, но до этого они так агрессивно не влияли на планету, на даже не только планету, а и население любой страны. Ведь смотрите, что получилось. Все думали спокойненько, что в Китае это случилось, нам до Китая далеко. А нет, где-то примерно к июлю, к июню, к июлю добралось это заболевание и в Украину. И мы сегодня должны думать, а как же нам быть, что нам делать, какие меры предпринять, чтобы мы не заболели. И вот в итоге, если есть больной, если есть среда, должен быть здоровый. Мы с вами здоровы, кто-то больной, носитель, а при коронавирусе носительство 80%. Значит, 80% ходят среди нас, ходят в обществе здоровых детей, здоровых людей, которые потенциально являются разносчиками этого вирусного заболевания. Чем отличается коронавирус от гриппа? А тем, что при гриппе заражение идет при наличии симптомов заболевания, а при коронавирусе заражение человека здорового от больного идет, когда симптомов еще нет. Вот именно этим он и коварен. Ну и плюс, скрытый период болезни достигает до 14 дней, тогда, когда при гриппе это до 5, от 3 до 5 дней. При гриппе токсическое явление является максимально быстро, а при коронавирусе из-под тяжка, из-под воль, что приводит к тому, что человек как раз и не видит то, что он больной, но идет в общество, идет в магазин, идет в общежитие, идет на кафедру, идет куда-то в гости, идет на поминки, идет на день рождения, идет в церковь, идет просто на прогулку, и в итоге он является носителем и распространителем этого заболевания. Что же такое за эти заболевания, это коронавирус? Это семейство коронавиды, это большое семейство РНК, содержащих вирусов, которые, почему это корона? Потому что у него при электронной микроскопии, у него получается, как раз есть элементы внедрения в виде короны, расположенные по оболочке этого вируса, где он как раз внедряется в рецепторах альвеолах легких, в легких рецепторах эпителия любой ткани организма, и в кишечнике, и в альвеолах легких. Потому и формируется как раз вариант заражения воздушно-капельный или парентеральный. Гастроэнтериты или заболевания легких, как раз то, что есть основными симптомами коронавирусной инфекции. Что я хотел еще сказать, что вся система международных взаимоотношений по коронавирусу и по взаимоотношениям между нашей страной, обязательством нашей страны, Украины, перед всемирной организацией здравоохранения, которая издала этот сборник. Это называется Международные медико-санитарные правила. Здесь о чем требования этих правил говорят? Они говорят о том, что все риски для здоровья человека должны быть учтены. Какие это риски? Химического, биологического, физического состояния. Это радиоактивные грузы, это токсические товары, это биологические агенты, это система биотерроризма, недопущение этой системы биотерроризма. То есть любые риски для здоровья требуют формирования надежной системы эпиднадзора. Надежной системы надзора за любым фактором, который может привести к риску человека. В этом и заключается суть эпиднадзора, что невозможно говорить о безопасности человека, если не налажена система эпиднадзора. Она сегодня в нашей стране хромает на две ноги. Почему? Потому что когда-то была ликвидирована санэпи-служба, сегодня остатки ее работают по диагностике, работают по выявлению контактных, и мы сегодня пытаемся компенсировать то, что государство пять лет назад ликвидировать пыталось. Но мы надеемся на то, что итоги этой эпидемии, которая в Украине сегодня постигла все регионы, оно поможет нашей стране разобраться, и как сделать так, чтобы эпидемиология вновь стала одной из наук, которая лечит, профилактирует общество.